Дерево – символ жизни. Именно поэтому врачи областного онкодиспансера и специалисты Национального исследовательского центра радиологии Минздрава России посадили аллею из можжевельников. Высадка деревьев приурочена к работе онкопатруля в регионе. Акция стала уже доброй традицией во многих городах России. Урьяновские федеральные эксперты с информационно-просветительской акцией во второй раз. На территории региона практически всю неделю у нас работают специалисты центра радиологии имени Герцена, за что им огромное спасибо. Это большая команда из 27 человек. Завтра к нам присоединится Андрей Дмитриевич Каприн. Мы будем подводить итоги. И на самом деле в рамках федерального проекта здравоохранения, инициированного президентом России, мы знаем, что одна из важных программ – это борьба с онкологическими заболеваниями. И уже на сегодня есть положительные результаты, потому что действительно снижается смертность от злокачественных новообразований, увеличивается период продолжительности жизни у людей, которые заболели этими заболеваниями. Онкопатруль побывал на двух градообразующих предприятиях региона – Авиастаре и Патронном заводе. Сотрудники вместе со своими семьями смогли проконсультироваться и пройти обследование у онкомомологов, онкогинекологов, онкоурологов, теракального и абдоминального онкологов, врачей ультразвуковой диагностики. Мы посмотрели 320 человек, достаточно много. Была проведена очень хорошая предварительная работа по анкетированию. Было заполнено анкет более 3000. Из них выбрано случаи наиболее подозрительные. Вот их оказалось где-то около 350. Пришло 320, в том числе члены семей, работников этого завода. И, к сожалению или к счастью, было выявлено 50 подозрительных заболеваний. Около 50. Ну, я надеюсь, что онкодиспансер возьмет под свое крыло. Кого надо отправить на высокотехнологичное дообследование. Будем помогать и работать все вместе так же, как работали. Напомним, проект «Онкопатруль» реализуется в России с 2019 года. Впервые этот значимый проект прошел в регионе при поддержке губернатора Леновской области Алексея Русских в марте 2023 года и вызвал большой отклик как среди населения, так и медицинского сообщества.